Здравствуйте! Шабо Атофа, Гутевох. Хорошая неделя. У нас 101-й урок по Мишли, и мы добрались в прошлый раз до 13-й главы, и начинаем сегодня 13-ю главу, первое предложение. Прочитаем 2-3 предложения, потом будем разбирать. Мудрый сын слушает наставления отца, легкомысленный не слушает угрозы. От плода своих уст человек вкусит благо душа живироломных зло. Кто бережет уста свои, тот хранит свою душу, а кто широко раскрывает трот, тому погибель. Теперь попытаемся постепенно учить это. Начнем с Мальбима, наверное, так проще будет. И Мальбим говорит такую вещь. Сейчас один момент. Бен Хахам, человек, который мудрый, мусар-ав, он получил мусар от отца. Вэлейц, лейц это насмешник. Лошама-гара, он не слышал упреков. Говорит Мальбима. Кто такой Бен Хахам? Кто такой мудрый сын? Это тот, который живет по законам хохма, по законам мудрости. Каждый раз, когда здесь упоминается слово мудрость, мы договаривались, что это мудрость Торы. И вот законы мудрости, они тяжелы по своей природе, сердцу человека, чтобы принять их и жить в соответствии с них. Потому что Тайва, я не буду переводить слово Тайва, поскольку за последнее некоторое время, раз в 50 мы его объясняли, она приводит к тому, что она рисует какие-то рисунки, которые находятся в человеческой душе и изменяют ситуацию. И для того, чтобы жить по законам мудрости, нужно убрать из души посредством мусара. Что такое мусар, объясняет Мальбим? Это человек, который миосер, это цмо. Человек, который запрещает, в данном случае, не самого себя, а запрещает самому сыну. И сообщает ему наказание, которое дает Всевышний. И зло, которое постигает человека, когда он отклоняется от законов мудрости. И пока ребенок является ребенком, то есть в юношеском детском возрасте, детство, отрочество и юность, то он его должен воспитывать плеточкой. Что значит плеточкой? До того состояния, что он не принят на себя законы Торы, законы мудрости. Потому что боязнь Всевышнего, она приходит к испытаниям, к запретам и к страданиям для души. До такого состояния, пока все вот эти циюрим, все рисунки, которые рисуют мудрость в своем теле, и когда он становится мудрый человек, то он начинает опираться на мусар, который ему дает отец. То есть первая часть этого пасука Мальвим объясняет, что ребенка надо, как уже неоднократно говорилось, и есть целый пасук Шламова Меллаха на эту тему, что человек, который жалеет плеточку, он портит своего ребенка. И мы, когда и учили этот пасук, мы обсуждали, что плетка – это не обязательно сразу в морду и сразу по филейной части. Плеткой может быть любое другое наказание, но это должно быть наказание, это должен быть страх. И мусар, как его понимали во всех предыдущих поколениях, он базировался на понятии боязни сделать авейру, боязни сделать преступление. И мудрый отец – это отец, который воспитывает своего сына с юношества, так что его в детском возрасте, он начинает понимать, что не надо делать авейрот. И понятно, что в детском возрасте объяснять, и во взрослом возрасте нужно немножечко по-разному. В детском возрасте объяснять человеку хомера-авейра и объяснять, что произойдет, какие сфероты он испортит своими авейрот, и где будет мгам, где будет изъян, это не то чтобы даже дворем-бетелем, это хуже, чем пустые разговоры, потому что человек этого не в состоянии понять. Потому что поэтому ему надо просто понять, что за это будет плохо. Я когда-то в какой-то гойской книжечке прочитал какие-то советы, когда у меня родился ещё, может быть, даже до этого рождался первый ребёнок, мне принесли какие-то книжки, чтобы я почерпнул своё образование, воспитание детей, как правило, оказалось полное чушь, но что-то я запомнил, несмотря на то, что это было чушь. Например, там был совет, который даётся маме, когда видят, что ребёнок много раз берёт и лезет куда-то в мамины булавки, иголки и так далее, и понятно, что может её, не дай бог, проглотить иголку, просто вколоть неизвестно в какое место, ребёнок маленький и так далее. Объяснять ребёнку о том, что это плохо и что это неправильно, не имеет никакого смысла, потому что он не понимает. Там давался совет взять ребёнка и аккуратненько уколоть это иголкой один раз, очень аккуратненько, чтобы это не было безумно больно. Но ребёнок заплачет, и так он запомнит, что это по какой-то причине делать нельзя. И многие другие вещи примерно так же нужно воспитывать ребёнка. И это то, о чём говорит Шлома Амеллах, что человек, папа, который не давал мусара, то есть мусара от слова «леосер», от слова «угнетать человека», то этот ребёнок вырастет без Иры, потому что Ира, боясь Всевышнего, она рождается от страха наказания, и не понимая страха наказания, невозможно понять, что такое Ира. Когда же человек вырастает, и этот ребёночек достигает возраста уже не пяти лет, а где-нибудь ближе к пятидесяти годам, то этому ребёнку мусар должен звучать совершенно в другой форме. Ему нужно показать, что такое Ганедан, что такое Гиенну, что такое Авейра, что такое Митсва, показать пользу Митсвы и, наоборот, вред Авейра, который делается, не на уровне укола иголки, а на уровне каком-то сильно более высоком. Это то, о чём он пишет, что в разный возраст это надо делать по-разному. Продолжает Мальбим и говорит, что Шлома Амеллах пишет, «А сын, который не слышал Гара, не слышал никогда упрёка от своего отца, он не только то, что это сын не мудрый, он не может вырасти мудрого сына, потому что папа его не воспитывал, но также он становится лейцем, то есть насмешником, человеком, который метлоцец, смеётся над законами Торы, над законами мудрости». То есть, шита объяснения Мальбима, она очень простая, что человек, который воспитан отцом с самого начала в мусаре, он приходит к состоянию, когда он боится Всевышнего, и, соответственно, своим страхом перед наказанием и так далее, он выводит те картины, те соблазны Тавы, которые строятся у него, в голове, в сердце и так далее, он их выводит наружу, он от них отказывается, и в результате он приходит к состоянию, когда Тава уже не голосует против исполнения заповедей, против законов мудрости, потому что мудрость её загнала в угол благодаря изучению мусара, о котором говорит Шлома Амеллах. Но человек, который не слышал не только мусара, только папа его не только не наказывал, не только не приводил в состояние страха, но даже гора, даже упрёка папа не давал, не говорил ему, ну что ж ты, Вася, как же так можно, то в этой ситуации сын окажется в ситуации не только отсутствия хохмы, но нечто обратное. Хохмы – состояние лейца, насмешника. Гаон объясняет это примерно так же, но добавляет некоторые детали, которые мы сейчас обсудим. Гаон Мивильно, сын, который мудрец, это мудрость его благодаря мусару, которую он получил от папы. То, что сын является хохамом, это из-за мусара папы. Что папа, он его миясро, он его был миясер, то есть он его угнетал, вэмадрихо бадрихишра и вёл его по прямой дороге. Вэлохо шахши в том моменте, и он не экономил плеточку на своём ребёнке, как сказано, мы уже… А, это будет на самом деле в этом же перике. Мне казалось, что мы это говорили, но это будет 24-й пасук этого перика. А чего же мне казалось, что мы его учили? Да? Действительно, хосех шифто санебно. Тот, который не любит своего сына, он… Тот, который жалеет плётку, он не любит своего сына. Тогда мы дойдём до него и обсудим… Это я в другом месте. Его обсуждал, я ошибся. Значит, это мы ещё обсудим. Окей. Продолжает Гаон и говорит. А что означает фраза шлома Меллаха? А человек, который вырос насмешником, он не слышал упрёка. Что имеется в виду? То, что сын вырос… Вырастет сына свин, если… И так далее. То, что он становится лейцем, это из-за того, что он не слышал от отца даже геаре. Объясняет Гаон, потому что нормальный ребёнок, который не принимает добра до тех пор… Любой нормальный ребёнок не принимает понятие «добро» до тех пор, пока его не заставят это сделать. Но, тем не менее, он не становится лейцем, он не становится лейцаном, если он слышит хотя бы гаару, хотя бы упрёки. И волей-неволей, тот ребёнок, который вырос в лейце, мы должны сказать, что он не слышал от отца даже гаары, даже упрёков. То есть, папа оставил процесс воспитания и оставил ребёнка воспитываться улицей, так, как ему хочется, так, как балы ело, так, как ему захотелось. Здесь надо, я думаю, обсудить одну составляющую. Здесь написано у Гаона, что нормальный ребёнок, в принципе, не слышит, не становится мудрецом, не может принять законы мудрости до тех пор, пока на него не пришли и сурим, пока его не угнетали, не заставили это сделать. Вопрос, почему это происходит. Почему нельзя каким-то вот показать какую-то хорошую картинку, и всё, на этом всё достаточно, и ребёнок сразу ставит такой хорошенький мальчик, который вырастет в Толмитхохаме, и всё хорошо. Ему просто надо сказать, что когда много учишься, то будешь Толмитхохам, и этого достаточно. Почему это не так? Объясняет Гаон, что ребёнок рождается в этом мире одновременно с Ецаргарой. То есть, во время рождения ребёнка вместе с ним рождается Ецаргара. Есть в Геморре Сангедрин спор между Рабией и Антонинусом. Рабиуда Наси, он был таким другом, я не знаю, как это лучше сказать, римского императора. У них были очень хорошие дружеские отношения, они вместе учили Тору. По некоторым мнениям, Антонинус сделал себе обрезание, есть такое, тоспас приводит в Медраж. Но, во всяком случае, он изучал Тору, Рабиуда Наси. И вот Антонинус спрашивает Раби, скажи мне, когда Ецаргара входит в ребёнка? Во время, когда ребёнок зачинается, во время зачатия? Или во время, когда ребёнок рождается? Раби ему ответил, что во время зачатия. Антонинус сказал, что нет, во время, когда ребёнок рождается. Раби подумал и принял счету Антонинуса, сказал, что Антонинус говорит правильно, и привёл пасук из Тора, доказывающий, что его счета правильно, и принял эту точку зрения. Он сказал, что есть пасук, который написан про Каина, совсем на другую тему, но Раби его дараж таким образом. Написано, что «бепета хата сровец», что при выходе находится хэт, находится авэйн, находится преступление. Выход – это выход из мамы, то есть роды. В тот момент, когда ребёнок рождается, в этот же момент в него входит понятие авэры. Авэра – это и есть Ецаргара. Поэтому Ецаргара входит в человека в момент, когда он рождается. Ецаргатов не входит в него до момента, когда он становится взрослым, то есть совершеннолетним, мальчик 13, девочка 12 лет и начало следующего дня. В этот момент ребёнок становится взрослым, и в этот момент в него входит Ецаргатов. Поэтому воспитание, которое происходит в возрасте до 13 лет мальчика, 12 девочек, суть этого воспитания должна быть не ассетов, а сурмира. Удалить от зла. Сурмира – это сур, это слово мусар, отодвинуть, убрать от этого. Это и есть слово мусар. И поскольку у человека есть Ецаргара, то эту Ецаргару нужно научить человека с ней бороться и не подчиняться ей. Понятие ассетов входит в человека в тот момент, когда в него входит Ецаргатов, и в этот момент его можно учиться делать что-то хорошее и позитивное. Понятно, что ребёнка учат Торе до того, как ему исполнилось 13 лет, и учат тоже с помощью Ецаргары. Будешь хорошо учиться, получишь конфетку в том или ином виде, может быть, даже мармеладку и так далее. Но в любом случае это делается не потому, что вот ты будешь учить Тору, и ты будешь выполнять заповедь Всевышнего. И в ребёнок в возрасте трёх лет, когда начинает учить буквы, он понимает, что если он громко кричит комитс алиф о, комитс бейт бо, то по какой-то причине папу или рэбе, или маму это радует, это то, что надо делать, и здесь включается его Ецаргара. Ецаргатопия может включиться только, когда он доходит до состояния относительной взрослости, то есть 12-13 лет. В этот же момент в него входит понятие даат, у него есть какой-то разум, какое-то знание, и он может лид хабер, прилепиться к душе. Как мы много раз говорили, что понятие даат и понятие хибур – это одно и то же. Даат, знание – это я знаю, это значит, что я присоединён к этому. Это становится гармоничной частью меня. Другого понятия даат быть не может, и в Торе написано слово даат первый раз, когда сказано «Ва Адам едает хава». Адам познал хаву, значит, они соединились и превратились в единое целое. Поэтому даат входит в человека, он может начать ладать что-то, понимать что-то, знать что-то, только в тот момент, когда у него появляется Ецаргатоп. Но Ецаргара начинает работать раньше, и поэтому воспитание, которое должно происходить раньше, это воспитание Дерих Мусара, когда ребёнка миясрим, то есть его угнетают, заставляют понять какую-то вещь. И это единственный способ, которым можно что-то объяснить ребёнку. Но если человеку, этому ребёнку не давали Мусара, но, тем не менее, ему что-то объясняли, то всё-таки какой-то эффект, говорит Гаон, это вызовет, какой-то позитивный эффект. Это не останется совсем на нуле. Но папа, который вообще ничего не объяснял ребёнку, не давал ему ни Мусара, ни Гаара, в данном случае Гаара – это объяснение, он ему не объяснял, не говорил, как надо себя вести, то такой ребёнок вырастет так, как мы много раз видели в разных кругах, что вырастают дети, которые совсем удалены от понятия хохмат Тора, понятия мудрости Торы, и этот человек называется Лейц. Лейц – это насмешник. Сейчас Гаон даст определение понятия Лейца. Можно по-разному определять, но посмотрим, как это определяет Гаон и Вильна. Он пишет. Лейц – это стоп, наоборот, ровно наоборот понятию хохаму. То есть, хохам – это человек, который учит Тору, Лейц – это человек, который, наоборот, учащему Тору. И об этом сказано. В Пиракеавод, который вы все наверняка знаете, это Мишна Пиракеавод, её приводят здесь Гаон доказательства их слов. Два человека, которые сидели, и между ними не было слов Торы, это называется Миша Флейцим. То есть, состояние, когда не учится Тору, это состояние Миша Флейцим. Это сидение насмешников. Обычно люди понимают, что Миша Флейцим – это те, кто насмехается над Торой. Гаон говорит – нет. Миша Флейцим – это человек, люди, которые занимаются чем-то, кроме Торы. Это называется Миша Флейцим. Вот это называется ситуацией. Поэтому ребёнок, который… Не дали ему мусара, такое бывает. Но, тем не менее, этот ребёнок слышал, и так, в общем, более или менее понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Читал Маяковского в исполнении папы. Только папа исполнил его с точки зрения Торы. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он знает, что такое изучение Торы. Он знает, что такое мисвод. Человек, который не получил мусара, он не может справиться со своей ецаргарой. Его ецаргара побеждает его. Но всё-таки он делает какие-то позитивные вещи и старается иногда чего-то негативного не сделать. Человек же, который не получил ничего, то этот человек оказывается Лейцим, то есть составляющим Маша Флейцим, точка. Есть пасука в 9 главе книги Мишли, которую мы точно учили, мне так кажется, которая пишет, что… Два пасука подряд имеет смысл прочитать. Не надо упрекать Лейца, потому что он тебя возненавидит. И надо упрекать, давать Тахаху, митсву Тахаху, Хахаму, и он тебя полюбит. Телла Хахам, Вейхки Мод. Дай Хахаму, он помудреет ещё. Гадала Садикова и Сифлеков. Скажи Садику, сообщи ему правильнику, и он добавит, что выучить из твоих слов. Эти два пасука, которые цитируются в самых разных местах, иногда, честно говоря, на мой взгляд, совершенно неверно, но здесь появляется слово Лейц, и надо понять, что имеется в виду. Нам здесь сказано, что не надо выполнять митсву Тахаху по отношению к Лейцу. Обычное объяснение, почему не надо Лейца, насмешника, не надо упрекать, говорит Шломамеллах, чтобы он тебя не возненавидел. А мудреца, наоборот, надо, потому что он тебя, наоборот, ещё больше полюбит. Здесь есть сразу несколько вопросов, которые возникают в этом пасуке. Один из вопросов, который мне много времени мешал, поскольку Шульханурх, Пасах, Лагалоха, я об этом говорил на этих уроках, Шульханурх, Пасах, Лагалоха, Рамо, не Шульханурх, Рамо, Пасах, Галоха, Ла Майса, что если есть заповедь из Торы, то я обязан упрекать, заповедь, которая объяснена, прямо написана в Торе, мифурешет батара, чётко написанная в Торе, то я обязан упрекать человека, даже если я знаю на 100%, что он меня не будет слушать, до тех пор, пока он меня не стукнет. Это Лашон, Рамо. В случае, если заповедь не описана в Торе, то я не должен этого делать, поскольку лучше человек будет Шогик, а не будет Мэзит, лучше он сделает Авера случайно, чем специально. Но заповедь, написанная в Торе, про которую я на 100% знаю, что этот человек меня не будет слушать, я не имею права его не упрекать. Поэтому Пасук, который говорит, не надо упрекать Лейца, его очень много на всяких уроках Мусара приводят для того, чтобы сказать, что не надо делать Тахиху, лучше промолчать, противоречит Шульханурху. Поэтому меня немножко волновало, как учит этот Пасук Шлома Амеллах, и почему, если Шлома Амеллах сказал такую фразу, то почему Рамо не хочет Левсок Галаха, как фраза из Танаха, которая написана и сказана в Мишле. Пришлось прочитать комментарий Гаона, я помню, что я его приводил, но тем не менее я привожу еще раз. Он говорит, что не надо упрекать Лейца, потому что Лейц – это человек, который тебя не мивозе, не речь идет о человеке, который на тобой будет издеваться, но он будет над тобой делать тебе безйонос, делать тебе какие-то неприятности, только в том случае, если ты начнешь его леосер, если ты начнешь ему давать мусар, этого он не выдержит, он ответит. И несмотря на это, не надо его упрекать даже словами, чтобы он тебя не возненавидел. А мудреца нужно упрекать, нужно его учить, потому что он, наоборот, тебя полюбит. Первый вопрос. Если это мудрец, он что, не знает, что он делает плохо? Ответ очень простой. Да, бывает, что мудрец, несмотря на то, что он мудрец, не заметил какой-то вещи. И почему ему надо сказать, что он тебя еще больше полюбит? Потому что он мудрый человек. Он стремится убрать от себя, отбросить от себя все оверот. Не имеется сейчас в виду, что надо к нему прийти и сказать, слушай, ты козел, что ты делаешь? Не об этом идет речь. Понятно, что нусах упрек, и надо выбирать каким-то другим способом. Но, тем не менее, когда мудрецу говорят о том, что ты сделал такую-то и такую-то ошибку, то он это любит еще больше. Гемора, не Гемора, а Гро приводит это на примере, и Мальвин, по-моему, тоже. Приводит это на одном и том же примере, что существует такое понятие, как зеркало. И тетеньки, если женщина, очень любят сидеть напротив зеркала и рассматривать свое лицо, и убирать оттуда самые мелкие изъяны, закрашивать их и так далее. Рассматривать это как можно более внимательно, чтобы это исправить. Это хохам, который хочет увидеть все свои недостатки для того, чтобы эти недостатки убрать. Поэтому сообщить хохаму о недостатке – это показать ему зеркало, в которое он увидит какой-то недостаток, и он тут же полюбит тебя за то, что ты помог ему убрать этот изъян. Поэтому это хорошо и правильно. Лейца, говорит Гаон, нельзя упрекать, как лейца. Нельзя ему сказать, ты лейц, ты аварьян, ты делаешь то-то и то-то. Его надо упрекать так, как упрекает хохама. То есть, во время своей митсвы, хок-такеха-тамитеха, в лоте саал-авхэт, упрекай упреками человека из твоего народа, и ты не принесешь за него наказание, надо это делать таким образом, чтобы поднять его на уровень хохама, и упрекать его таким образом, чтобы он почувствовал себя мудрецом и взял и услышал твой упрек и исправил свое поведение. Это имеется в виду. Не упрекая его, говорит Гаон, как лейца, упрекая его, как хохама. Так вильнюсский Гаон учит этот посуг, и тогда у нас нет никакого противоречия между Ромов-Шульхонорохи и посугом в Мишле, поэтому я хотел это привести. Но здесь нам объясняется, что лейц, как говорит Гаон, это человек, который просто так, с там каха, как на иврите говорят, не начинает к тебе приставать и не начинает к тебе левазот. Лейц – это человек такой поревный человек. Пока его не трогают, он тоже никого не трогает. Но если его тронули, то он тоже начинает отвечать, огрызаться и так далее. Это соответствует тому, что говорится здесь, в Пасуке, о том, что лейцем становится человек, который не слышал Гаора. То есть лейц – это человек, который в состоянии услышать упрек. Если папа ему чему-то учил, то что-то в него войдет. Если в него вообще ничего не вошло, то таки проблема, потому что ему не сказали об этом, потому что он готов был это услышать и понять. Это комментарий этого Пасука. Таким образом, мы прошли один Пасук, 13 главы. Теперь попробуем двинуться дальше и начать второй Пасук. Второй Пасук говорит, я его уже читал, но от плода своих уж человек кусит благо, душа же вероломных – зло. Говорит Шлома Амеллах. Меня просили, чтобы я на иврите тоже читал. Уста человека, который кушает добро, а человека, который восстает – это хамас, это разбой и так далее. Попытаемся проанализировать. Начнем опять с Мальбима. Он говорит так. Надо с вами перевернуть. Он говорит так. Уже сказано было сверху, в 12 главе, что «мепри ишь и сова тоф», что из плодов человека получится сова, получится то, что слово совэ – насыщение, добром. И там объясняется немножко другая пхина, немножко другой элемент. Здесь пришли нам сказать, потому что уста человека – это уста человека – это дерево познания добра и зла. Мы уже объясняли, что уста намекают на мудрость, а имеется в виду «пэ», слово «пэ» на иврите намекает на мудрость, слово «софа» намекает на «даат», то есть есть хохма и есть «даат». «Пэ» – это хохма, сватая – это «даат». В середине между ними есть еще один орган человеческого тела, который называется лошон, то есть язык. Это показывает на сферу, которая называется «бина». Так же, как у Всевышнего есть три верхних качества, так они есть у человека. Что теперь означает пасук «мепри пи иш» – из уст, из плодов пи человека. «Утвуат сватав бияда лошон» – это еще один пасук в другом месте написан, имеется в виду, что «при апэ» – те плоды, которые вырастают из уст человека, это «при эцда тофара», это «при», «природ», «плоды», «дерево познания добра и зла». Потому что у мудрости есть две пути. Например, мудрость может идти двумя противоположными путями. Один пусть – скромность, другой путь Гаева. И то, и другое иногда сделать мудро. По-разному. Есть рахами, есть экзариют, есть милосердие, есть жестокость. И тому подобное. И человек, который мудрый человек, он должен вести себя в соответствии с тем, как надо сегодня пользоваться этими качествами. Человек пользуется мудростью для добра. И тогда он кушает добро с этого дерева жизни. Но человек, который богет, богет – это изменник, врун, тот, который восстает, он пользуется своими качествами, наоборот, тому, как это требует хохма. И тогда его уста начинают кушать, кушать наоборот, кушать то, что ему подсовывает нахош, то, что ему подсовывает змея. И это некрабо-гет. Такой человек начинает восставший, называется восставший человек. Восставший человек, он не шомерма цепива витахпто, он не охраняет свой род от того, чтобы не обещать то, что не может выполнить. То есть, он не пользуется своей мудрости, так как она в него вложена. И мы уже говорили, что это включает и желание приобретения денег, и для этого он врет и обманывает, и так далее, и включает в себя отрицательный имидот, который есть у человека качество. Разницы между хохма, ебина и дат, они здесь намекаются в словах П, с Фатай и Милошон. Язык, губы и рот. Поэтому здесь сказано плоды человеческого рта. Они насыщают человека и его живот. Тво от сватав. Тво, сказано, урожай, который сказан про сватав, про губы, он дает ему насыщение. Жизнь и смерть в руках языка. И это те, кто любят свой язык, умеют им пользоваться, они будут питаться правильными плодами. Имеется в виду, еще раз он говорит одно и то же, что хохма – это и поэтому ты начинаешь идти в своем пути и выбираешь между жизнью и смертью с помощью мудрости, которая тебе дано. Я думаю, что здесь надо. Мальбин вел нас в такую неожиданную сугью в этом посуке, сугья, которая называется свобода выбора. Свобода выбора – это сугья, которая невероятно сложна. Понятно, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. И образы и подобия Всевышнего – это то, что определяет целым Илаким. В простом смысле, без сложности, целым Илаким – это подобие Всевышнего, которое подобен тем, что человек, как и Всевышний, может различать между добром и злом. И это различение, решение, что принять – добро или зло – это пхера. Это довольно сложное понятие. В Торе есть одно место, где написано о пхере таким языком. «Убахар табахаим». Вот я даю перед тобой жизнь и смерть, и выбери жизнь. На первый взгляд, в неправильном прочтении, здесь дана нам свобода выбора, я тебе даю жизнь или смерть, выбирай, что хочешь. Ты сам выбираешь. Рабоин Иона Шарейт Шува учит этот посук иначе. Он учит, что здесь сказано, что есть у тебя обязанность выбрать жизнь. Тебе не предоставляется свобода выбора на этом уровне. Тебе показывается, эта жизнь – это смерть, и ты хаяф, ты обязан выбрать жизнь. Само понятие пхеры – это понятие, очень такое тяжелое понятие. Я сейчас не могу полностью в него войти, это не совсем наша тема, но просто раз Мальбин меня затронул, то попытаемся немножечко в нее войти, совсем немножечко, на толщину волоса. Потому что на самом деле абсолютно непонятно, чего хочет от нас Всевышний. Что я должен выбрать? Мне дается какая-то информация. Если на основании этой информации я понимаю, что это хорошо, а это плохо, то у меня нет выбора. Я это понимаю, и я решаю этот вопрос. Значит, речь идет о ситуации, когда я не знаю, что мне хорошо и что мне плохо. Тогда каким образом я могу выбирать на тему «Орел или решка» помолиться как по жребию, что имеется в виду, как выбрать. И все знают, что основной выбор, который есть перед человеком, в тот момент, когда он не понимает, что от него требуется, что я сейчас должен делать, как себя вести. Когда я знаю, что это хорошо и понятно, и все замечательно, то это очень трудно назвать выбором. Человек, который выбирает смерть, это немножко глупый человек. Такое возможно. По какой-то сиюминутному желанию, еще что-то, может придумать много-много картин, по которым он выбирает. Но это не называется свобода выбора. свобода выбора – это состояние, когда я точно не знаю, что от меня требуется. Поскольку, если я это знаю, то о чем вообще идет речь? То есть, ни Хохма, ни Бина мне не говорит, как решить эту проблему. Тогда вступает в силу меда, которая называется даат. Даат – это мешколь, весы, которые взвешивают между двумя и в шарвет. Я никогда не смогу точно понять, что от меня требуется, но я могу взвесить разные возможности на весах, порассуждать, подумать и решить, прийти к выводу, что требуется, и тогда войти в состояние контакта и бура с этим своим решением, и это называется даат. Поэтому каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, я должен понять, что я сейчас нахожусь на Эдзда Тов Вера, на дереве познания добра и зла, которое в Зогаре называется Илана Десвека, дерево сомнения. Поскольку, до того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, на том уровне, на котором сегодня есть свобода выбора, у Адама и Хавы ее не было. Им было все ясно, понятно и логично. Но в тот момент, когда возникает софек, вот в этот момент мне надо выбирать между добром и злом и выбирать, что именно я должен выбрать. Это можно сделать только с помощью даат. В самом названии Эдзда Тов Вера это написано. Даат в данном случае, объяснение слова даат, это некая мешколот, некоторые весы, которые помогают мне взвесить и решают, то есть умение анализировать и взвесить, что от меня требуется в данной конкретной ситуации. На основании той информации, которая у меня есть. И она есть далеко не всегда. Так вот, говорит Мальбин, что пшат этого пасука, что плоды устов человека, они будут кормить его добром. А человек, который, его душа выбирает зло и богедет, восстает против него, это разбой. И объясняет Мальбин этот пасук таким образом, что человек, у которого начинаются какие-то сомнения, когда он не знает, как правильно себя вести, его уста это то, что ест от дерева познания добра и зла. И он должен решить на основании той хохмы, той мудрости, которая у него есть, он должен поданализировать и прийти к дату, чего он сейчас будет есть. Тов или Ра. Это то, о чем сказано, что уста человека, его язык, его уста, его понимание, его мудрость должны помочь ему взвесить и решить, что в данном случае будет Эцдаотов, а что будет Эцдаотра. Так Мальбин объясняет этот кусочек. Гагро, переходим к Гаону. Гаон говорит, что из уст человека питается с помощью своих уст, плодов своих уст, человек питается добром. Что такое пирот, совсем другой Магалах, не тот, который Мальбин дает. Что такое пирот, что такое плоды праведника, которые не даются ему в этом мире. Но, то есть, человек, праведный человек, он получает награду за свои месвод не в этом мире. Схармит Сва-Бхай-Ал-Малейка, нету награды за месвод в этом мире. Поэтому награды человек получает за заповеди только Ба-Лам-Абба, только в мире грядущем. Но, тем не менее, говорит Гаон, что есть садиким, которые получают пирот, не награду, но проценты, пирот, плоды от этой награды в этом мире. Как мы с вами регулярно читаем в утренних брахот, эл-э-Дворим, ша-да-Махэль, пиротэй, гэм-бал-а-Мазэ, вот вещи, пирот, которых человек ест в этом мире, а кэрин, кэм-эм-т-ла-ла-маба, а сам капитал остается наградой, остается в будущем мире. Говорит Гаон, он делает гагдару, не пересказывая эту Мишну, поскольку ее и так все знают, то Гаон делает, гагдару делает определение, за что плоды полагаются в этом мире. Он говорит, что пирот праведника, плоды работы праведника не даются ему в этом мире, а только при условии, что он является хорошим не только для Всевышнего, но и для создания. Тогда ему даются эти плоды. Это слова Гаона. То есть, он дает гагдару, что любая митцва бен-адам-ла-хаверо, любая митцва, за которую человек, дальше он напишет, что не совсем так, как я говорю, но близко, любая митцва, которая связана с другими людьми, за эти митцвоты, есть пирот в этом мире, за этими свод. И это сказано при пи-иш, то есть, цадик называется иш, он называется человеком, как сказано, иш-цадик-тамим, он приводит посуду для доказательства, в икар пирот, главная часть понятия пирот, это талмуд-тойра, это изучение Торы, что анаки-негет-кулам. И здесь сказано, что за изучение Торы он получает пирот, изучение Торы становится пирот в этом мире, для человека, который мякоем митцвот по отношению к другим людям. Здесь у меня есть город, который внизу написан, где он приводит пируш-мишная с рамбома на мишну пэ и пишет так, что то, что сказано, это вот та самая мишна, которую мы умолимся в утренних броход, которая говорит о награде за заповеди в этом мире человеку, который отделяет пэ, бекурим и так далее. Он говорит, что то, что сказано, что он ест плоды, а керен, то есть основа, капитал, остается. То есть, если человек выполняет митсвы, которые зависят, связаны с исправлением отношений между человеком и своим ближним, то за это у него есть награда в Алама-Ба, за саму митсву. И он получает какую-то пользу от этих митсвот, чтобы вести их хорошо по отношению к другим людям даже здесь. Это Рамбам, который пишет то же самое, что Гаун Вильна. Я хотел тут привести, если я сейчас его найду, я отснял, но отснял немножко, ну ладно, неважно. Есть Мишна в трактате «Перкиавод», которая говорит, а ее так я не отснял. Есть Мишна в трактате «Перкиавод», которая говорит, что есть пять вещей, которые, если человек делает, он отдаляется от Алама-Ба. Есть пять вещей, которые он делает, он приближается к Алама-Ба. Здесь нету случайность Сидура, чтобы «Перкиавод» взять. Одну секундочку, я зачитаю это. Во втором перике «Седьмая Мишна» «Перкиавод». Спасибо большое, извиняюсь. В этом издании это «Восьмая Мишна». У меня в издании «Моорали» это «Седьмая Мишна». Уай-Амэр, он говорил, это продолжение прошлой Мишны, которое приводится от имени Елеля. Елель говорил, «Марбе-басар, марбе-рима», человек, который увеличивает мясо, то есть много кушает, и у него становится такой хороший, добрый, толстый человек, это приводит к тому, что у него будет много гнили, то есть когда он умрет и будет в могиле гнить, то эта гниль будет более серьезная. Чем это хуже мы сейчас не будем обсуждать. Марбе-на-хосим, марбе-да-ага, человек, у которого много имущества, у него много забот, много нашим, много женщин, жён, много кшафим, много колдовства, много служанок, много зима, много прелюбодеяния, много рабов, много воровства. Точка. Это первые пять вещей, которые приходятся, каждый из которых даёт какой-то минус в существовании человека. Теперь другие пять вещей. Много торы, много жизни, много ешевы, много мудрости, много советов, много твуны, тоже мудрости, много цдоки, много мира. Здесь говорит Маораль в этой Мишне, что здесь приводится десять вещей, которые соответствуют десяти деброд, десяти заповедям, которые есть. И эти десять заповедей, которые есть, они тоже делятся на заповеди как бы внутри этого мира и заповеди, связывающие меня снаружи. Есть заповеди, которые связаны с материальной частью, а есть заповеди более духовные. Также здесь много еды, много гнили в могиле. Человек, который тратит силы и так далее, наедается, наращивает себе одну и ту же мышцу, которая у него растёт, чтобы не сглазить очень хорошо. Но потом, когда он приходит в кевер, в могилу, то всё, что остаётся, это гниение, которое происходит. То есть, это некий минус в духовной части жизни человека и так далее. Не буду всё анализировать. Мне здесь надо только один кусочек. Много цдоки, много шалома. Много цдоки, много мира. Человек, который даёт много цдоки, он увеличивает понятие шалом, понятие мира, которое существует в этом мире. Объясняет мораль так. Перуш, объяснение. Человек нуждается в шаломе, в мире, для того, чтобы у него не было кого-то, кто находится против него. Что если нету мира, то нету ничего. Поэтому мир нужен самому человеку. И если у него этого мира нету, то у него есть то, что ему мешает в его торе и во всех остальных вопросах. Поэтому говорит Гилель, что человек, который даёт много цдока, цдока – это не что иное, как понятие шалома, понятие установления мира. Потому что когда человек ставит свои слова на дин, на закон и не делает выше, чем требует Миширададин, Лифни Миширададин, выше, чем требует требование закона, то этим волей-неволей всегда рождаются какие-то махлокесы, какие-то споры. И ровно наоборот, когда действие человека – это цдока, и оно всегда идёт Лифни Миширададин выше того, что требует суд, что цдока – это не суд. Цдока – это всегда обратное судо. Когда я миватер, я не обращаю внимания на какую-то вещь, я готов простить, я готов подарить, я веду себя выше, чем требует закон. Поэтому цдока приводит к состоянию мира, и об этом сказано в Ишаяху, я не буду всё читать, что здесь приведено, и сказано «Гадоль гамаасе минхаасе» – выше тот, кто заставляет кого-то дать цдоку, чем тот, кто даёт цдока. То есть тот, кто смог кого-то уговорить дать цдоку, договориться с ним – это ещё выше, чем само давание цдоки. Потому что тем самым увеличивается количество людей, которые участвуют в цдоке, и тем самым увеличивается количество мира, количество шлеймута, которые есть в этом мире. Морально сводит такой судьи, он продолжает как бы идею Рамбома, который говорит Перуша Мишнаес, что заповеди, которые связаны с отношением между людьми, эти заповеди приводят к совершенно другому состоянию. Заповеди отношения между людьми – это заповеди, которые всегда идут. Лифни Мишурададин объясняет мораль. Это цдока, который приводит к шалому, который приводит к какому-то изменению отношений в этом мире, который вносит в мир шалом. Шалом происходит в слово «шлейму» – целостность. Это не только отсутствие войны, это не только отсутствие ссоры. Это целостность в отношениях между людьми. И этот шалом – это и есть плоды, которые человек получает в этом мире. Поскольку Гагро пишет, что то, что он получает плоды в этом мире, это плоды, которые нужны для, в первую очередь, для Талмуд Тора, который является икаром. Для изучения Тора. Человек, который ввел в этот мир понятие шалом, и он сейчас находится в шлеймуте, он сейчас находится в целостности, он в состоянии нормально учить Тору. Человек, у которого есть куча забот, которые полностью его выводят из состояния духовного равновесия, в изучении Торы обычно нечего и говорить, поскольку он должен думать на совершенно другие вещи, не может сосредоточиться и так далее. Поэтому он говорит, что пирот, который человек получает в Алам-Абазе, я, по-моему, об этом уже говорил как-то, но основная часть пирота Алам-Азе, основная часть награды продуктов при процентах, не капитала, а именно процентов награды в этом мире, это то, что нам дается для того, чтобы у нас были силы для того, чтобы заработать капитал, который идет в Алам-Абазе. Поэтому то, что нам дается в этом мире, нужно как средство для овоида, как средство для работы для мира грядущего. И это написано Лихойра, прямо в Шма-Исраэль, где написано, и будет, если вы будете внимательно меня слушать сегодня, заповеди, которые я дам вам сегодня, то дам я вам хлеб земле вашей, ранней и поздней, вовремя, а если не будете слушать, то земля не даст дождя, потому что для чего нужно, чтобы давала земля продукты? Это нужно для того, чтобы у человека были пирот этого мира, для того, чтобы у него были силы, возможности и так далее, для изучения торы, для соблюдения заповедей и так далее и тому подобное. Но если человек эти пирот неправильно использует в этом мире, тот шалом, тот шлеймут, ту целостность этого мира, который он получает, за то, что он выполняет заповеди Лифним и Ширададин, выше, чем требует суд, как пишет Маораль, он получает за это пирот, он получает за это плоды. Плоды в виде каких-то материальных благ, других плодов в этом мире быть не может, потому что весь этот мир материален. Но если он эти плоды неправильно использует, то они не имеют никакого смысла, поскольку они не являются наградой, они являются средством для достижения награды Валамаба. И в этой ситуации человек лишается этих пирот, как написано в Шма-Исраэль, который мы читаем минимум два раза в день. Теперь посмотрим, как продолжает Шломамеллах и говорит. «Венефиш Богдим Хамас, и душа, которая восстает, она превращается в Хамас, в разбой, в злодеяние». То есть, Богдим, люди восставшие, обманщики, они кушают Хамаса шербепихом, они питаются той ложью, тем разбоем, который вложен в их уста. Это называется Хамас дворим, это разбой устами. Что имеется в виду? Машим и Харпим лахаверейхам, то, что они говорят, издеваются, обижают своих товарищей, мылбеним пнейхам, заставляют их бледнеть, это всё называется одним словом Хамас, который употребил Шломамеллах, разбой. И об этом сказано, кимле мала хаарец Хамас, что земля наполняется вот этим Хамасом, разбоем. В Медраж сказано, это Медраж Рабана Берейшес, в котором приведена такая вещь, что понятно, что в процессе обворовать всегда существует два действующих лица. Есть тот, кто ворует, и тот, у кого ворует. Нет. Ситуация, которая сложилась, как сказано Медраж Берейшес во время перед потопом, нооха, ситуация, когда Хамасом занимались оба, и Газлан, и Никзаль. И тот, кто обокрал, и тот, у кого обокрали. Что имеется в виду? Не имеется в виду, что тот, кто обокрал, он до этого обокрал ещё кого-то, может быть, но не это имеется в виду. Что имеется в виду? Что человек, которого обворовал, тот, который воровал, понятно. Он взял и забрал 100 долларов у Руэна и забрал их себе. Но человек, которого обворовали, то есть Руэн, он не станет молчать, он выскажется. И он проклинает всеми самыми страшными словами того, кто у него украл. То есть это человек, который делает Рала Бриот, он делает зло для созданий. Я не говорю, что человек, который обворовал, это самая позитивная личность в истории человечества. Робин Гуд и прочие всякие бандиты, которые были из наших, там были бенья, крик и так далее. Но я сейчас не пытаюсь их защитить. Но в тот момент, когда обокраденный человек, а это обычно происходит волей-неволей, он высказывается о том, кто его обворовал, то получается, что Хамас заполняет сразу с двух сторон, заполняет всё. Один Хамас действием, другой Хамас словами. И об этом сказано Плохо Раше, который делает плохо, потому что То, что он сделал своими руками, то им будет сделано. И об этом сказано Душа, которая восстаёт, это Хамас. Имеется в виду, что главная часть Хамаса – это Хамас дворим. Это Хамас, который делается словами. В Игу, и это словами, которые находятся в Алла-Маба. То есть, то, что делает человек своим воровством, это Авера, которая остаётся в Алла-Маба, в грядущем мире. То, что происходит в этом мире, это только перот, только плоды того, что говорят его уста, плоды физической кражи и плоды того, что произошло, когда человек высказался несколькими словами, речами и так далее. И так далее. Подведём итог. Гаон Мивильно вводит нас в паршу, которая говорит о том, что фактически он приводит Рамбову. Рамбову в Перу шмешнаясь. Он приводит нас в новую судью, которая говорит, что за митсвот, который есть между человеком и его близким, те митсвот, которые он делает, положена часть награды, которая называется перот, который называется перот, я не знаю, как это сказать, проценты награды, плоды этой награды, которые находятся в этом мире. Награда всегда остаётся в мире грядущем, награды к этому миру не имеют отношения. Само понятие митсву – это такая связующая часть, которая связывает Алла-Мазе с Алла-Маба, и вся награда за митсву, она отсутствует в этом мире. Но перот оказывается в этом мире. И Геон говорит, что Рамбом привёл в Перу шмешнаясь, что награда в этом мире, перот в этом мире за заповеди только от тех митсвот, которые… митсвот между Адамом и Хаверо. Между митсвотом Адамом и Ламаком нету таких перот в этом мире. Только за митсвотом Адамом и Хаверо. Здесь есть перот в этом мире. И он объясняет, что это называется при-пи-иш. Это перот от тех слов, которые говорит человек. И Маораль, не приводя Рамбома, объясняет в Перке вот, что человек, который даёт дздоку, понятно, что дздока – это заповедь между человеком и его ближним, когда он делится своим имуществом с другим, или когда, собственно говоря, слово дздока – это не обозначает только отделение Маосера и давание своему ближнему, это справедливое поведение, прощение. То, что говорит Маораль, имеется в виду, что человек ведёт себя лифним и шратададин выше требований суда. И человек, который это делает, он приводит в мир понятие шалом-шлеймута, которое является неотъемлемой и необходимой частью для того, чтобы человек мог вырасти в Торе, во всех остальных заповедей, поскольку в тот момент, когда он находится в состоянии мелхамы, отсутствие шалома – это всегда мелхама, то в этой ситуации у него нет никаких шансов на то, чтобы достигнуть каких-то митцвод и сделать их в совершенстве. Поэтому пирот этого мира даётся за шлеймут этого мира, даётся человеку за те митцвод, которые он делает лифним и шратададин, и это митцвод по отношению к другим людям всегда. За это положено пирот. И мы с вами сказали, что пирот – это всегда не награда как таковая, а средство для получения более высокой награды, то есть возможности служить Всевышнему на более высоком уровне. Поэтому за заповеди, которые делаются Бен Адам Лахавиро, которые делаются в состоянии лихним и шратадин, выше, чем требует суд, нам даётся возможность лучше делать все остальные заповеди и увеличить свою долю во вода да шем, свою функцию в службе Всевышнего. Я добавил, этого здесь не написано, я добавил, что эти вещи будут забраны в случае, если те пирот, которые нам даются, мы используем не для того, что его нужно использовать, а каким-либо другим способом. И говорили о том, что Гагро добавляет и говорит о том, что человек, который богет, душа, которая богет, восстаёт против тех пирот, которые она получила, этот человек называется Хамас, и есть Хамас двух видов – Хамас физическое воровство, и Хамас воровство, Хамас аль-Едей-Дибур, посредством слов. И это то, о чём сказано в Медраше, что во время перед Ноохом Медраж говорит, что вся земля наполнилась Хамасом, имеется в виду, что Авэйру Хамаса делал и Газлан, и Никзаль, тот, кто воровал, и тот, у кого воровали, они оба участвовали в этой Авэре, Газлан физическими действиями, Никзаль обворованный тем, что он после этого говорил, что он думает про всех и вся, и остальных соседей по квартире, телефонной книге и так далее. И это понятие Хамаса, которое делает так, что пирот, которые у нас были, они отсутствуют, они исчезают. Это то, что написано в Шума, что после того, как я дам вам дождь, и у вас будет много продуктов, после этого вы перестанете вспоминать о Всевышнем, и мне придётся навести засуху, и так далее, и так далее, и все клалот, которые приводит Всевышний, для того, чтобы вернуть нас к Чуве. Будем надеяться, что мы скоро вернёмся. Следующий пасук, пасук 3, Гиммл, он говорит, начнём с русского, он говорит, кто бережёт уста свои, тот хранит душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому, наоборот, погибели. Такой немножко художественным переводом это сказано. Нацор пив шамер навшо, человек, который, нацор, я даже не знаю, сжимает свои уста, он охраняет свою душу, по шек с фатами, тот, кто широко открывает свои губы, он, михтелу, ему таки делаются всякие проблемы, он делает сам себе какие-то проблемы. Говорит Мальбим на эту тему так. Он говорит, есть разница между пэ и сафа. На русском, я не знаю, как на русском перевести эти слова, рот и губы, что-то такое. На иврите это пэ и сафа, это два разных значения. Сафа – это, Мальбим очень много об этом говорил, мы уже, наверное, выучили. Это диборхицани – это высказывание, которое какое-то внешнее высказывание. Губы – это самая внешняя часть всего этого маорехита, всей этой системы, через которую мы разговариваем. Губы – самая внешняя часть. Поэтому, когда употребляется речь о разговоре губами, то речь идёт о том, что человек говорит какие-то вещи, которые не являются продуманными, а просто вот то, что выскакивает необдуманно изо рта. Пэ – рот – это дибор пними, это внутренняя речь, которая идёт через хохму, через мудрость. Есть разница между словом «цор» и «обен шмор». «Нацор» и «закрыть», «шмор» – «охранять» фактически это одно и то же. Охраняй свой рот, чтобы он не говорил глупостей. Но разница между словом «нацор» и «шмор» на иврите, она существует. На иврите Танаха. Мальбем объясняет, что слово «нацер» – это больше, чем «шамер», это более серьёзная охрана, чем «шамер». То есть «нацро» – это «шмират медит». Слово «цор» – «закрой» – это постоянная охрана. Постоянная охрана своего рта, чтобы он периодически не выдал то, что он хочет выдать. И здесь нарисовано, что «пэ» и «сватаем», рот и губы, они как что-то похожее на стену, которая окружает со всех сторон душу человека. И эта стена закрыта для того, чтобы к этой душе не приблизились враги и не сделали кого-то ущерба. И не только то, что нужно охранять свои губы, которые являются внешними стенами от врага, которые находятся снаружи, но нужно охранять их настолько, чтобы они не говорили непродуманно. То есть нужно охранять свою речь, чтобы я не высказался, не подумал. Я думаю, что все люди непродуманно, я думаю. Но я, тем не менее, думаю, что большая часть людей знает, что они очень часто выскакивают, какая-то фраза, если бы они подумали несколько мгновений, то могли бы промолчать, ничего страшного. Был такой анекдот в сталинские времена, когда в камере встретились два человека в тюрьме. Один спрашивает, за что ты сел, тот рассказал, за что он сел, а ты? А я, говорит, за анекдот. Главное, шутка была так себе. Вполне можно было бы ее не рассказывать. Ничего страшного бы не произошло. И вот рассказал. Так вот, какие-то вещи, которые вполне можно было не рассказывать, а мы рассказываем, они ведут не только к камере во времена Сталина, а ведут к более серьезным последствиям. Поэтому человек должен закрывать свои уста до такого состояния, что даже высказывания, не то что непроизвольные высказывания, но даже высказывания, которые он говорит, продумав с помощью хохмы, тоже требуют шмира и тира, тоже требуют дополнительные шмиры, дополнительные охраны. И это написано, что «Элаким башамай ватааль арец» – Всевышний на небе, а ты на земле. Поэтому пусть твои слова будут маленькими, мелкими словами, тебе не надо много говорить. Когда там это сказано в прямом тексте, сказано про Всевышнего, что не надо слишком много о нем думать и говорить и так далее, потому что Всевышний находится на небе, и ты находишься на земле, поэтому, говоря о Всевышнем, ты можешь высказаться, что это что-нибудь такое, что я совсем этого не понимаю. Всевышний что-то сказал, я совсем этого не понимаю. Это нормально, когда не понимаешь то, что хочет от нас Всевышний. Это очень логично и понятно. Но высказывать это лишний раз не надо. Не надо делать слова Всевышнего, объявлять о их непонятности. И это то, что сказано, что ты не можешь этого понять. Он башамаем, а ты здесь. Поэтому не надо разговаривать на эту тему и так далее. Поэтому пусть свои слова будут немногословные, и ты должен охранять свою душу, потому что есть стена, которая построена кругом, вокруг. И человек, который открывает свои уста, то есть внешнюю стенку, то он делает себе зло. Как объясняется, что махте, вот это слово махте делает себе зло, я перевёл, это то, что роняет силу крепости, которая окружена. Имеется в виду, что в торе и в мудрости тоже нужно хранить свои уста, и тогда ты охраничь свою душу. Но человек, который постоянно будет открывать и говорить, лошенгора, рахилут и так далее, то это вредит не только душе, но это поражает и сердце тоже. Гаон здесь, у меня мало времени, поэтому я быстренько прочитаю Гаона. Гаон здесь очень короткий. Он говорит, что цор пив, шамер навшо, человек, который хранит свою душу, он закрывает свои уста. Да, поскольку есть нефиш-багдим, который питается хамасом, есть люди, которые создали, но он продолжает прошлый посуд, люди, которые восстают против правил Всевышнего и питаются разбоем. В их устах тот разбой, который находится в устах людей. Поэтому, поскольку мы знаем, что такие люди есть, надо закрыть свои уста. И ещё, что уста – это то, что охраняет всю душу. Поэтому говорят Микболе, цитата из Огара приводится, что когда человек гневается, то в этот момент его позитивная душа покидает его. Во время гнева его покидает позитивная душа. Имеется в виду, что когда он в гневе говорит что-то, то в этот момент часть его души уходит из него. И это о чём сказано, что сохраняй свои уста от любого греха, и посредством этого ты придёшь к тахаре и к душе, и будешь освящен от всех грехов, и не придёшь в никаких грехах. Но человек, который раскрывает свой род и не держит его закрыто, несмотря на то, что у него есть очень хорошая душа, и он делает много мецвод, и он ограждает себя разными к дарим, это ему не поможет, потому что его уста будут для него препятствием, будет для него вот такой вот проблемой. То есть, род человека – это то, что связывает его с внешним миром. Когда он разговаривает, что-то выходит изо рта и идёт наружу, когда он вдыхает, что-то снаружи входит в него. Поэтому уста человека, который является связующим звеном между человеком и окружающим миром, их надо держать закрытыми для того, чтобы эта связь в отрицательном виде не шла наружу, только в позитивном виде, в виде слов Торы. И даже со словами Торы нужно немножко Лиза Гер, и некоторые слова Торы не во всех компаниях нужно говорить и так далее. И известно, что наказание за лошенгору, которое говорит человек, у меня нет особо времени на эту тему говорить, но наказание за лошенгору, которое говорит человек – это цераат. Язва, которая появляется на руках, обычно переводят как проказы, но это мёртвая кожа, которая появляется не обязательно на руках, на всём теле она появляется, мёртвая кожа, когда кожа человека умирает. Это связано с тем, что кожа – это та часть, которая находится между телом человеком и внешним миром. Когда он контактирует с внешним миром через Лошенгору, то наказание кенегет меда, то мера за меру, что та часть его тела, то есть кожа, которая является звеном, связывающегося с миром, она умирает, поскольку, сказав Лошенгору, он убивает часть вот этой связи между собой и миром. Поэтому змея, которая является таким прообразом Лошенгора, самая большая Лошенгора, которая известна, это Наха Жекадмани, первая змея, которая говорила с Хавой и так далее, то змея наказана тем, что она меняет шкуру, вся её шкура умирает, и у неё рождается новая шкура. Но её шкура подлежит смерти целиком. Человек же, который говорит Лошенгору, у нас сегодня этого нет, просто мы не достойны того, чтобы получить сразу наказание за Лошенгору. Но в таком стандартном состоянии, когда Тора открыта и вся видна, то наказание за то, что он устами выводит наружу какие-то гадости, служит то, что связывает его с внешним миром, оно умирает, и на него появляются куски кожи, которые умирают. Вот. На этом мы закончим сейчас. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok